Отлично. Добрый день, меня зовут Ярослав. Я студент первого курса Московского технологического института и сотрудник компании E-Publish. Сегодня представляю вашему вниманию систему журналирования и хранения онлайн-конференций. В наше время онлайн-встречи стали очень популярны. В этом формате проводятся вебинары, доклады и много всяких разных мероприятий. И в связи с этим возникает потребность в инструменте, с помощью которого можно будет удобно управлять записями таких онлайн-встреч. Как раз для решения данной задачи был разработан наш инструмент. Система написана на языке Python в фреймворке Django и имеет связку с Ruby, но об этом позже. Она предназначена для работы с BigBlueButton, однако ее можно достаточно просто адаптировать для работы с любым другим подобным программным обеспечением. Стоит отметить, что проект находится под открытой лицензией BSD2. Предлагаю рассмотреть принцип ее работы. Все начинается с комнаты в BigBlueButton, где непосредственно проходит мероприятие, записывается и сохраняется на сервере. Далее упомянутый ранее скрипт Ruby собирает эту запись и помещает ее в защищенный паролем архив, который вместе с файлом метаданных передает нашей системе. После чего система осуществляет парсинг файла метаданных, извлекает из него такую информацию, как название конференции, список ее участников и источник. После чего сохраняет информацию в базу данных, а сам файл записи переносит на защищенный сервер. После сохранения информации в базе данных вы можете проводить над этой записью некоторые операции, такие как удаление, редактирование информации о этой записи, добавление дополнительного материала к ней, также предоставление доступа другим участникам. Стоит отметить, что в системе присутствуют три роли для обеспечения дифференцированного доступа к записям, которые имеют разные возможности. Система уже активно используется компанией ePublish. Соответственно, здесь мы видим реальный скриншот работы этой системы от лица администратора, где присутствует, так как администратор является старшей ролью, здесь присутствует весь функционал, такой как редактирование, удаление информации. Вот эти поля заполняются автоматически, например. Также можно настроить время жизни конференции, чтобы она была удалена по таймеру. И присутствует потоковый видеоплеер. Далее перейдем к скриншоту интерфейса от лица ведущего конференции. Здесь предоставлены только те видеозаписи, к которым открыт доступ. Доступ открывает непосредственно администратор. Функционал у более младшей роли, соответственно, тоже урезан. Он не может удалить эту запись и также настроить время жизни записи он не может. Однако он может открыть доступ для пользователей младшего уровня, то есть простых зрителей. Причем в двух вариантах. Он может выбрать их из списка участников, так сказать, зарегистрированных пользователей, а также может открыть просто доступ по ссылке. Далее мы видим скриншот интерфейса простого пользователя. Тут, в принципе, понятно, что он не может ничего, кроме просматривать и скачивать материалы. В общем, видно, что система имеет широкий функционал, который позволяет достаточно эффективно работать с записями. Наличие различных ролей расширяет область применения данной системы. На данный момент ведется работа над улучшением существующего и добавлением нового функционала. Также в планах адаптировать ее под другие системы, отличные от BBB. Спасибо за внимание. Код вы можете найти на странице GitHub. А у меня сразу вопрос. Я что-то в докладе не увидел, как вы ее цепляете к BBB. У BBB есть собственный веб-интерфейс. Там у каждого пользователя BBB есть возможность запустить конференцию, создать комнату. А ваш интерфейс, он где цепляется? И может ли он запретить мне создать конференцию, чтобы я заводил ее исключительно через ваш интерфейс? Вот это я не понял. Данный функционал не реализован в этой системе, она заточена под рабочими записями, которые были произведены в BBB. То есть у BBB есть функционал записать текущую конференцию, и далее вот с файлом этой записи вы можете работать. То есть вы считываете только записанные файлы конференции, которые… Да, да. Понятно. То есть эта работа не мешает работе BBB? Это не мешает работе BBB, это сделано, чтобы можно было получить доступ к записям. У меня вопрос, как? Действительно, я уже часть ответа услышал. Получается, что вы для BBB своим проектом позволяете организовать централизованный поиск по записям, которые в отличие от оригинального BBB могут быть собраны в одном месте, а не в разных комнатах разбросаны. Еще и к ним доступ предоставляете через ролевую какую-то свою модель, правильно? Да. То есть я сижу, пишу там в BBB какие-то свои вебинарчики, у меня их много разных, я каким-то образом могу организовать доступ вовне не ссылками на отдельные эти ссылки, а на какой-то вот единый ресурс, где все собрано. Да, да. Понятно. А вот аутентификация вашей системы, она та же самая, что и BBB получается, или какая-то отдельная? Нет, у нас отдельная система, но рассматривается возможность и, соответственно, плотная интеграция с BBB, чтобы через аккаунт BBB можно было получить к ней доступ. Ну да, казалось бы, там еще важный момент, смотрите, какой. Вы фиксируете название комнат, название людей, подключившихся, а там же обычно какой-нибудь билет пишут. То есть там Вася, Петя, Леша, вот как бы контролируете ли вы каким-то образом? Ну вообще, непонятно, как проконтролировать. То есть как у вас соответствие между пользователями BBB, или кого-нибудь там вообще назвали, если подключались без авторизации, и вот вашей внутренней базой руками там все вот как-то сидите? Нет, существует скрипт, который, так, отдалимся чуть-чуть, BBB, на каждую запись добавляет файл events, в котором перечислены все события, произошедшие в этой комнате. Файл, ну, скрипт осуществляет парсинг этого файла и вытаскивает оттуда всех уникальных членов, соответственно, присоединившихся. Безусловно, никакого контроля на данный момент не существует, и там действительно можно написать что угодно, поэтому существует функционал редактирования такой информации. На случай, если там, ну, какие-то такие. Да, вот как раз вопрос функционал редактирования, я вот и понял, да, для этого он и нужен. Спасибо. Вопросов нет? А вообще, вот почему вы BBB используете, а не GT, не там, Zoom, почему вы решили сесть на BBB? BBB у нас активно использовался до этого и был уже развернут, в нем есть опыт работы, поэтому решили делать на BBB. А объем пользователей во сколько там, 10, 20 человек, 100, 1000? Корпоративно… Ну, созвоны идут в среднем, вот какие там группы, какие объемы? Внутри компании созвоны проходят коллективом, небольшие, иногда через нас проводят конференции, до 200 человек было. Ну ладно, то есть, окей. Так, о, слышно. А у меня вопросик такой больше организационно, модно-панический. За GitHub планируете куда-то? Проект развернут на локальном GitLab и GitHub для общего доступа. То есть он не может вот так просто исчезнуть? Абсолютный ответ. Все понятно уже, да, сразу. Ну что, технически это у вас там джанга какая-то, да, которая кладется все, да? Да. Ну, я-то понятно. Так, еще вопросы. Ну, вопрос, чисто уточнить. Вы, когда показывали там первые слайды, говорили, что у вас видеозапись архивируется с паролем, потом пересылается, при этом в самой системе у вас там уже видеофайлы. Зачем это паролирование, как это работает, для чего, почему? Существуют у нас в системе некоторые записи, которые необходимо держать под какой-то дополнительным фактором защиты. И, соответственно, в систему попадает именно архив, защищенный архив. Если вы хотите открыть доступ к этому видео, он распаковывается, и тогда там появляется видео, которое можно смотреть онлайн. Архив нужен для дополнительной защиты. И, соответственно, меньше объем информации, чтобы меньше дискового пространства занимало. Видео, конечно, выражать зипом – это смелое решение. Ну, такое, окей. У вас же зип с архивом какой-нибудь, да? Да. Справлен, да. Ну, почему нет, почему нет? По крайней мере, вы в базу не кладете, да, там, блабы? А могли бы, кстати, могли бы. Ну, что ж, на этой замечательной ноте, по-моему, больше нет вопросов. Продукт вы представляете, как лицензия у вас совершенно свободная. PSD2. PSD2, все, честно. А почему 2, почему не 3? Потому что 2. Потому что 2. Хороший ответ. Вот, наверное, надо как-то подвести итоги. Поаплодируем докладчику. Спасибо. Это замечательная ноте. И кто-нибудь.